У шестимесячного Кирилла спинальная мышечная атрофия. При этом заболевании все органы и мышцы стремительно слабеют и в итоге отказывают. Уже сейчас утро Кирюши начинается с гимнастики, массажа ножек и ручек. Мальчика поворачивают, чтобы он больше двигался, затем с помощью специального аппарата ему помогают откашливаться и санируют аспиратором. После этого Кирюша может поесть. У мальчика пропал глотательный рефлекс и сейчас он питается каждые три часа через зонт. Дыхание у Кирилла слабое. Он помогает себе дышать животом. Мы с ним делаем гимнастику через откашливатель, которую делаем 150 раз в день. Это мы делаем каждый день. Это ему помогает лучше дышать. Без аппарата откашливателя Кирюша просто не сможет жить. Данным препаратом у него разрабатываются легкие, разрабатывается грудная клетка, чтобы ребенок был полноценным, чтобы он дышал, как и все люди, грудью, а не животом. По ночам Кирюша спит на аппарате неинвазивной вентиляции легких. Родители круглосуточно находятся рядом с малышом. Папа Кирилла работает шесть дней в неделю, чтобы обеспечить семью. Однако стоимость лекарства, которое нужно малышу для полного выздоровления, оказалась неподъемной для молодой семьи. Препарат Зонгельсма – это препарат генной инженерии. Он занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой препарат в мире. Когда я узнал о его стоимости, я просто был в ужасе. Неужели существует такое лекарство, и оно стоит таких вешеных денег? Но после общения с родителями, которые вели сбор, то есть они меня убедили, что можно собрать данную сумму. Люди собирают ее. Нам удалось на данный момент собрать чуть более 19 миллионов рублей. Это порядка 10-11 процентов от общей суммы. Американский препарат теперь можно ввести и в России, в Москве. Его полная стоимость – 2 миллиона 274 тысячи долларов или чуть больше 160 миллионов рублей. Укол, который жизненно необходим Кирюше, вводится один раз в жизни. Данный препарат необходимо ввести до двух лет и веса до 13,5 килограмм. Все собранные деньги вы можете увидеть на сайтах благотворительных фондов и на сайтах, на социальных страничках. Там есть полный отчет, каждый рубль учтен, никуда не использован. То есть у нас там ведется ежедневный финансовый отчет. В сборе средств нам помогают благотворительные фонды «География добра», «Милосердие», «Милосердие хелп», «Сострадание». Молодую семью из Шацка поддерживает телевидение, радиостанции и газеты. Сбор стараются закрыть быстрее, потому что после исполнения ребенку двух лет введение препарата считается бессмысленным и он не даст должного результата. Между тем существуют примеры детей, которые уже прошли через данную процедуру. Их поврежденный ген теперь исправлен. Я общаюсь с родителями таких же детей. И мне эти родители говорят, что есть очень сильные изменения. Ребенок начинает более активно двигать руками, ногами, держать голову, начинает сам кушать. Дети начинают ходить, прыгать, бегать. То есть нужно хорошая реабилитация после данного укола. К работе с ребенком после дорогостоящего укола родители готовы. Они и сейчас видят прогресс в его состоянии после курса поддерживающих уколов, на которые государство выделяет по 8 миллионов рублей. При отсутствии подобной терапии у детей больных с МАА болезнь прогрессирует. Ребенок начинает медленно умирать. У него отказывают руки, ноги, ухудшается дыхание, в конце концов может остановиться сердце. После трех уколов поддерживающей терапии спинразы Кирюша стал лучше двигать ручками. Появились движения в ножках, которых практически не было. Стал шевелить головкой получше. Когда он плавает в ванне, он пытается уже перевернуться с животика на спинку вместе с кругом. Ему очень нравится, когда он плавает. Ему легче в воде двигаться. Специальный тренажер помогает мальчику двигать ножками. После спинразы у малыша улучшается тонус мышц. Но всю жизнь прожить на таком лекарстве нельзя. Необходим тот заветный американский укол. Пока статистика говорит о том, что только родители своими силами, силами фондов и благотворителей могут спасти своих детей от СМА, собрав необходимую сумму. Возможно, в будущем что-то изменится. А пока помочь маленькому Кирюше, дав ему шанс на хорошую жизнь, можем мы сами. Отправив смс на короткий номер 7522 со словом «Кирилл», введя через пробел сумму пожертвования. Или воспользоваться любым другим удобным для вас вариантом. Оказать помощь можно через сайты фондов, группы Кирилла Петрова в соцсетях или по указанным на экране реквизитам. Это может быть 50, 100, 500 рублей. Любые деньги важны для жизни этого малыша, ради улыбки которого сживут его родители. Анна Герцовская, телекомпания «Город».